Библейский портал экзегет.ру представляет 23 глава 4 книги царей, читаю в своем переводе для библейского портала экзегет. У нас в предыдущей главе была сенсация, причем такая сенсация, которая сенсационна тем, что она сенсация. Царь Юшия велел делать ремонт в храме, вполне обычная история, но он почитает Господа, поэтому заботится о его храме, и делая ремонт, в храме нашли свиток закона, то есть оказалось, что текст закона Моисеева, собственно, давно утрачен, и случайно во время каких-то работ в храме нашли свиток, который его содержал. Скорее всего, это было, кстати, второзаконие, вряд ли целиком пятикнижие, слишком длинный текст на один свиток не помещается. И царь Юшия понимает, что все очень плохо, потому что там указано, что должен делать народ, там указано, какие наказания его ждут за неисполнение этих требований, а народ этого не делает. И даже отдельное пророчество, которое обращено к царю, что народ будет наказан, народ ждет изгнания, ну а сам царь, поскольку вот он как-то постарался все-таки проникнуться духом этого закона, он не увидит этих бедствий, его лично они минуют. Ну и дальше, как царь Юшия пытался хоть что-то с этим сделать, хоть как-то это изменить. Царь собрал по указу у себя всех старейшин Иудеи Иерусалима. Потом царь пошел со всеми, кто толкобыл в Иудее и жил в Иерусалиме, со священниками и пророками, вместе со всем народом, от мала до велика, и прочитал вслух пред всеми ними слова книги Завета, найденной в храме Господнем. Затем царь поднялся на возвышение и заключил пред Господом Завет, следовать за Господом и соблюдать заповеди, повеления и установления его от всего сердца, от всей души, исполняя слова Завета, записанного в этой книге. И весь народ вступил в этот Завет. Говорится как о чем-то будничном и повседневном, но они фактически заново заключили Завет. Вот когда-то, да, на горе Хариев или Синай Моисей со всем народом заключал этот Завет, но Завет фактически оказался расторгнутым, потому что одна из сторон народ Израилев перестал его исполнять, даже память о нем утратил. И вот здесь царь проводит такое торжественное как бы перезаключение Завета, формально его никто не отменял, но люди из него выпали. Вот очень часто человек так выпадает из, скажем, тех обетов, которые он давал при крещении, при вступлении, в брак. И вот, скажем, покаяние церковное, оно подразумевает возвращение к этим Заветам. Не второе, конечно, крещение, но подтверждение, что да, я это принял на себе, я готов это исполнять, я помню об этом, я не забыл. Царь поверил великому священнику Хилки и другим священникам с привратниками вынести из храма все, что было там устроено для Ваала. Это языческое божество как раз, тут у нас чередуются хорошие цари, из них как раз Йоши, до этого Хискея, и цари, которые язычники, прежде всего царь Меноши, который был между ними. Для Ваала, Астарта и всего воинства небесного, имеется в виду ангельские силы, которым поклонялись как-то отдельно от Бога, изжечь все это вне Иерусалима, возле потока кедрона, а пепел выбросить Байтеля. А Байтель или Вифиль в старых переводах тоже такое культовое место, где еще братец Ираков видел сон. Он убрал всех жрецов, которых цари иудейские поставили воскурять на высотах по городам иудеи, ну, то есть нарушение принципа единства культа только в Иерусалиме. По городам иудеи и в окрестностях Иерусалима, и тех, кто воскуряли Ваалу, Солнцу и Луне, созвездиям, а всему воинству небесному. Он вынес идольский столб из храма Господня, подальше от Иерусалима, то есть еще какой-то культовый предмет, к потоку кедрона. И там при потоке кедрон сжег его, растер в прах и высыпал на общем кладбище. Не знаю, чем поток кедрон так ему нравился, именно как место уничтожения, но можно сказать, куда-то вот там, знаете, замкад, да, москвичи поймут, замкад, куда-то далеко, вот так, чтобы следов даже здесь не было. Снес он и пристройки для священного блуда, что были при храме Господнем. Там еще женщины ткали покровы для святилища Старта. Такое примечание на полях, но волосы дыбом встают. Храм Господень, а при нем публичный дом, простите, открыт. Причем не коммерческий публичный дом, а культовый. То есть богиня Старта, в том числе богиня любви, плодородия, всего этого. И ее культ, очевидно, включал в себя какие-то сексуальные оргии. И это все в храме Господнем происходило. Да, на секундочку. Вот, чтобы потом не задаваться вопросом, что это значит? Они уклонились в язычество. В конце концов, у человека есть там способности к самостоятельному выбору. Они, может быть, всего лишь там отошли от каких-то строгих положений монотеизма. Да нет, они устроили культовый блуд прямо в помещениях при Господнем храме. Он изгнал жрицов из городов иудейских, от Гевы до Бершевы. Осквернил святилище на высотах, где они совершали воскурение. То есть не просто уничтожил, но осквернил, сделал так, что на них больше нельзя совершать эти самые жертвоприношения. Очевидно, чем-то нечистым их там измазал или как-то еще с этим поступил подобным образом. Он снес из святилища при входе в город ворот, городоначальника Яхолчева, сплева от городских ворот. Те священники, которые прежде были на высотах, не допускались к жертвеннику Господа в Иерусалиме, но они могли есть пресные хлебы вместе со своими собратьями. То есть те, которые все-таки нарушали повеление о единстве культа, они не изгонялись, но в Иерусалимском храме не ослужили. Были, если говорить о современной аналогии, за штатом. Он осквернил и Тофот, что был в долине сынов Хенома. Что такое Тофот точно? Мы не знаем, какое это культовое место. У него даже особое название было. Чтобы больше никто не проводил сына или дочери через огонь ради Молоха. Молох – языческое божество, и периодически упоминается, даже один из царей Минашей это сделал, о проведении сыновей и дочерей через огонь. Вероятно, жертвоприношение. Может быть, символическое, а может быть, и реальное, когда ребенка убивали и сжигали его тело для языческого божества. Он убрал и кони, которых цари иудейские посвятили солнцу, и поставили у входа в Господний храм около комнаты явнуха Натан Мелоха, которая была во дворе, а колесница солнца сжег. То есть, у них там при храме еще и колесница солнца. Там евнух какой-то живет при храме. Прямо вот помещение храмов. То есть, у них там базар-вокзал абсолютный, полный. И вот очевидно, что автор этой главы, он явно был свидетелем. Он очень подробно и аккуратно это описывает. И жертвенники, которые иудейские цари поставили на крыше покоя Фахаза, одного из царей. И жертвенники, которые Минаше поставил в обоих дворах храма Господня, царь все это убрал, уничтожил, растер в прах и высыпал его в поток, конечно, кедрон. И святилища на высотах, что были перед Иерусалимом, справа от горы погибели, которую поставил еще царь Соломон для Астарты Мерзости Сидонской, для Кимоши Мерзости Муавской и для Мелькома Мерзости Амонской. Все это царь осквернил. Еще Соломон, да, то есть прошли века с тех пор, как Соломон, который очень любил женщин и имел их много, вот в своем гареме держал язычниц, и чтобы как-то им было куда сходить, совершить жертвоприношение, построил им храмики такие, да, языческим их башкам. Ну и, соответственно, с Соломоновых времен все это стоит в Иерусалиме. То есть, читая это, мы понимаем, что вообще такое ощущение, что поклонение Господу вот в этом Иерусалиме на момент прихода к власти царя Йоши, это было такое редкое хобби. Что-то вроде собирания марок в наши дни, то есть мало кто этим занимается. Все знают, что вообще-то такое есть, но живут совершенно другими вещами. Вот так они тут кому только не поклоняются, что только не вытворяют. Но задача Йоши хоть как-то от этого избавиться. Он прочитал книгу «Закон», он понимает, чем все это грозит. И обращаю внимание, что он оскверняет эти святилища, не просто уничтожает культ, не просто даже физически разбивает, но оскверняет, то есть делает их нечистыми, ритуально нечистыми. Он сокрушил идорские камни и срубил идорские столбы, а на их места рассыпал человеческие кости. Вот мертвые тела, в частности, оскверняют. И тот жертвенник, что был в Бейтеле, в святилище, устроенном Яровамом, сыном Невата, тем самым, который основал Северное царство, который ввел в грех Израиль, как это называет повествование, он снес вместе со всем святилищем, он сыр его в прах, а идельский столб сжег. Тогда еще и оглянулся, увидел на горе могилы, ну, просто какие-то захоронения. Он приказал взять из тех могил кости и сжег их на жертвенники, чтобы осквернить его по слову Господню, который возгласил некогда человек Божий. Но, соответственно, он принес в жертву человеческие кости, как бы, да, это нельзя назвать жертвой, это такая антижертва, осквернение. Так он это предсказал. Да, действительно, был эпизод, когда мы читали вот об этом самом жертвеннике, говорится, что он будет уничтожен и осквернен. Тогда еще я спросил, что это за памятник, я вижу. Люди из того города ответили ему, это могила человека Божьего, который приходил из Иудеи и предсказывал то, что ты теперь сделал жертвенником Бейтеле. Тогда царь велел оставить тело того человека в покое, и чтобы никто не трогал его кости. Все остальные там кости на излических жертвенниках сжигаются. Так сохранились и его кости, и кости того пророка, который приходил из Самарии. Напомню, там была история, когда он пришел, предсказал, но потом нарушил повеление Бога торопиться не оставаться и был убит диким львом. И все святилища, что израильские цари, гневя Господа, построили высоты в городах Самарии, ее шея посносил. Он поступил с ними точно так же, как со святилищем Бейтеле. Он перебил всех священников, какие были преджертвенники в всех святилищах, и сжег на жертвенниках человеческие кости, а затем вернулся в Иерусалим. Ну вот, такого радикального очищения страны от язычества, как при Юши, не было никогда до того, да и впоследствии не будет, потому что потом будет плен с уничтожением всего, а после плена язычество уже подожмет хвост и особо не будет проявляться. Но очистив, что он должен сделать дальше? Царь повелел всему народу так, совершите Пасху Господу Бога вашего, как написано в этой книге Завета. Ну, та самая книга с текстом закона, которая только что была найдена. И кажется, Пасху они тоже уже забыли праздновать. Ведь Пасха не совершалась с тех самых пор, как Израилем правили вожди во все время правления царей израильских и царей иудейских. При Давиде, при Соломоне не праздновали Пасху? Да. То есть, оказывается, история этого забвения, она долгая. И нас может поражать. Мы думаем, при Давиде это все было наверняка, ну, как должно быть при Соломоне, пока он там к концу жизни не увлекся своими женами и их божествами, тоже все было хорошо. Да нет, это начиналось постепенно. Вот перестали праздновать Пасху в какой-то момент. Может быть, потому что Пасха – это праздник исхода из Египта, да, Ветхозаветная Пасха. Когда они осели в земле, то им это уже не важно, не интересно. Вот пока они там еще не окончательно утвердились, они вспоминали, что они из Египта вышли. Так вышли уже давно, что нам вспоминать, откуда мы там вышли 500 лет назад, это уже все неинтересно. Интересно, оказывается. Так, на 18-й год царства Ньюши была совершена эта Пасха Господней в Иерусалиме. «Всех, кто занимался гаданиями и волшебством, у всех терафимов и идолов, терафимы – это домашние башки, всех терафимов и идолов, какие еще только мерзости обнаружились в стране Евдейской и Иерусалиме, истребил Египта во исполнении слов закона, записанного в книге, которую священник Хилке нашел в храме Господнем. Прежде него не бывало такого царя, который обратился бы к Господу от всего сердца и от всей души, изо всех сил исполняя закон Моисеев, да и после него не бывало». Обчитая Хискея, говорилось то же самое, но, похоже, здесь соединены две части, то есть Хискея завершается книга, а потом к ней дописываются главы, вот ее шеи дополнения, да, в общем, надо сказать, что он действительно обошел Хискею в своих действиях, он гораздо более ревностно защищал единобожие. «Но все же не утих великий гнев Господень, разгоревшийся на Иудею после всех оскорблений, которые нанес ему Менаши, один из предыдущих царей. Решил Господь, «Иуду я отвергну от себя точно так же, как отверг Израиль. Отвергну даже этот город, избранный мной Иерусалим, и храм, на котором, как я обещал, наречено мое имя». То есть бывает так, что слишком поздно. Йошия провел такую радикальную реформу, после которой, казалось бы, могло утвердиться твердая единобожия, но уже слишком поздно. Где-то чаша терпения оказалась переполнена, как это описывают библейские тексты в других местах, и Господь отвергает свой народ и свой город, где его храм, хотя это работает не так быстро, как там в случае с Содомом и Гоморрой. Это будет долгим процессом. Прочие о делах Йошии, которые он завершил, совершил записано в летописном свитке царей иудейских. Вечное примечание, но здесь только один важный эпизод. В его дни фараон Нехо, царь египетский, пошел в войну и на царя Ассирийской, выступил к Ефрату. Значит, надо было пройти через Иудею. Йошия выступил ему навстречу, но тот, едва увидев его в Мегиддо, убил. Тоже вот нелепая смерть. Он пытается противостоять египетскому войску, которому, в принципе, не нужна Иудея, оно просто проходит сквозь Иудею и погибает. Его слуги отвезли его тело из Мегидо в Иерусалим и похоронили в собственной гробнице. Простой народ выбрал Ехояхаза, сына Йошии. Его и помазали в царе вместо отца. Ехоахаз воцарился в возрасте 23 лет. Он правил в Иерусалиме 3 месяца. Ибо матерью его было Хамуталь, дочерь Иеремии из Ливны. Его поступки были злом, в очах Господа он во всем следовал своим правоцам. Фараон на ходе держал его в страже в Ривле, в земле Хамат. Ну, то есть, фараон захватил фактически эту территорию. Недолго это будет, но пока что Иудея под властью Египта. Держал его под стражей в Ривле, в земле Хамат, чтобы он не правил в Иерусалиме. А стране велел оплатить 100 талантов серебра и талант золота. Тоже большой налог. Вот эти все великие державы просто грабят маленькую Иудею. Фараон Нехо поставил на царство Илья Кима, сын Йоши, и вместо его отца дал ему новое имя Яхоя Ким. То есть, фараон уже ставит царей, меняет их, переименовывает, как угодно. Ну, он воспринимает это как свою колонию. Яхоахаз он отвел в Египет, где тот и умер. Яхоя Ким посылал фараона серебро и золото, собирая подать со всей страны, чтобы расплатиться с фараоном. Каждому из простого народа царь определил размер подати серебром и золотом для фараона Нехо. Тяжек и наземный гнет. А не нужно было Йоши выступать против него. Почему-то вот эти попытки воевать с могущественными соседями оборачиваются каждый раз тяжелейшими поборами и внутренним кризисом. Яхоя Ким воцарился в возрасте 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 11 лет. Имя его матери было из Авуда, дочь Педа и из Румы. Его поступки были злом, во всем следовал своим правоцам. Вот уже идет окончательное падение. При Йоши вроде попытались что-то исправить, но далеко не ушли. И язычество возвращается, возвращается даже, можно сказать, с новой силой. В следующей 24 главе мы увидим, к чему это привело. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok